Компания Xiaomi не первый год играет на чувствах покупателей, в хорошем смысле слова конечно же. Она приучила нас к тому, что хорошие смартфоны должны быть недорогими. Она показала нам хороший звук за копейки и в конце концов напрочь отбила боязнь перед покупками в Китае. Но на достигнутом гордые азиаты не останавливаются, они изобретают безрамочные смартфоны заново и выпускают свой первый микс, который спустя время получил примерно 100-500 клонов от менее именитых китайских брендов. С вами Сергей Шихайлов и проект Ferum.com. Сегодня мы будем знакомиться с новой иконой китайского базеллеса Xiaomi Mi Mix 2. Приступим. Внешность смартфона крайне толсто намекает на его принадлежность к премиум классу. Металлические ребра, задники с керамики, позолоченный ободок камеры плюс 2.5D стекляшка на лицевой панели. Общий портрет аппарата можно описать фразой «богато, но не напыщено». Керамический тыл, к слову, это не просто понты для приезжих. Этот материал более устойчив к царапинам, нежели тоже закаленное стекло и в теории будет дольше сохранять товарный вид, даже при не самом бережном использовании. Что правда, здесь есть и обратная сторона медали. Пачкается Mi Mix 2 очень быстро. Сборка девайса не вызывает никаких претензий. Здесь все по высшему разряду. Щелей и зазоров нет нигде, ничего не болтается и не отваливается. Когда держишь второй микс в руке, тебя не покидает стальная уверенность в том, что это, как когда-то говорили, вэщ. Перед нами очень недешевый по китайским меркам смартфон и именно таким он и ощущается. Одной рукой девайсом управлять, конечно же, неудобно, тем не менее, одноручный режим, встроенный в оболочку, все же позволяет малость скрасить ситуацию. Закрывая вопрос корпуса, скажу три вещи. Первая, сканер в смартфоне имеется, работает быстро и стабильно. Вторая, миниджек в аппарате, к сожалению, отсутствует, придется юзать переходники. Третья, фронтальная камера аппарата живет в крайне неудобном месте, не одобрям-с, очень. Переходим к самому интересному в данном смартфоне. К экрану здесь мы имеем 5,99 дюймовую IPS LCD матрицу с разрешением 2160 на 1080 пикселей. Плотность точек на дюйм комфортная 403 ppi. Отдельные пиксели неразличимы к углам обзора и диапазону регулировки яркости экрана, также нет ни малейших претензий. В общем, дисплей здесь хорош едва ли не по всем фронтам. Ну и поздравляю, господа, мир потихоньку начинает привыкать к смартфонам с вытянутым экраном. Большинство современных игр и приложений адаптируются под дисплей с его аппарата и, аллилуйя, наконец-то его величество YouTube, также научился это делать. Корректор цвета, полюбившийся всем преданным фанатам бренда, здесь имеется, как и режим для чтения, снижающий уровень нагрузки на глаза. Разговор о камерах не будет размашистым, откровенно говоря, я был уверен, что сей аппарат получит одни из лучших фотопушек на рынке, но реальность оказалась малость другой. И 5-мегапиксельная фронталка, и основной 12-мегапиксельный сенсор здесь едва ли не идеальны, но только по меркам Xiaomi. Фотки, вправду, получаются весьма недурственными, но до совершенства им далеко. Тем не менее, динамический диапазон, уровень резкости отснятых фото и BB здесь пляшут в рамках приличия. Да, это не уровень Galaxy S8, но и подвальным Китаем, который даже сфокусироваться нормально не может, здесь не пахнет. Уверен, люди, хорошо разбирающиеся в мобильной фотографии, легко будут выжимать из этого девайса отличные кадры. Видео мы пишем в 4К, но любимые Xiaomi-шниками артефакты здесь никуда не делись. Также малость огорчает и качество аудиополосы в отснятых роликах, шума дав слишком агрессивно делает свою работу. В остальном видосы радуют, проседание кадров в секунду не наблюдается, ощущается наличие стабилизации, резкость видео не вызывает вопросов. Со звуком у нас ситуация такова, если не брать в счет необходимость использования переходника, каждый раз, когда вам припечет послушать музыку через наушники, можно сказать, что Mix 2 звучит примерно так же, как и любой другой флагман от Xiaomi. Детали хорошо различимы, запас громкости так же не вызывает вопросов, но какой-то изюминки в данном плане аппарат не имеет. Мультимедийный динамик радует только в плане громкости, классной детализацией этот спикер вряд ли кого-то сможет побаловать. Начинка аппарата представлена самой мощной на данный момент платформой от Qualcomm Snapdragon 835, графика Adreno 540, оперативки в нашей версии 6 гигабайт, а встроенной памяти 128 гигов. Быстро ли работает все это добро в купе? Ну конечно же, и полагаю ничего другого вы услышать от меня и не ожидали. Встроенный и сторонний софт здесь крутится очень шустро. То же самое можно сказать и относительно игр, при этом как простеньких, так и сложных. Те же танки здесь отлично идут на максимальных настройках не только первые 3-4 катки, но и опосля. Игровой процесс предельно комфортен, тупняков нет, картинка гладкая, все отрисовывается плавно и быстро. Синтетические тесты отдают данному смартфону достаточно большое количество попугаев. Собственно говоря, это неудивительно с оглядкой на фарш-девайс, а синтетика батарейки также относительно благосклонна к этому устройству. Кому нужно, рассматривайте скрины. В реальных условиях использования от своего полностью заряженного аккумулятора на 3400 мАч, второй микс живет примерно полтора дня. На первый взгляд цифра вроде бы как и не сильно фантастическая, но когда вспоминаешь о диагонали экрана гаджета, понимаешь, что все могло бы быть намного хуже. В общем, результат вполне себе неплох. Софтверно перед нами смартфон на Android 7.1.1. Обновление до MIUI 9 уже на борту. Перед нами все та же дружелюбная и весьма настраиваемая оболочка с горой твиков, которая в свое время и принесла ошеломительную популярность компании. Но только, конечно же, еще более совершенная, предельно вылизанная, примарафеченная и неимоверно быстрая. Если вы любитель хорошенько порыться в настройках девайса, MIUI вам явно понравится. Ведь в отличие от других интерфейсов, местный функционал дает гораздо большее, нежели переключение рингтона и обоев рабочего стола. Делаем выводы. Mix 2, как по мне, получился малость скучноватым аппаратом. Посмотрим, правдя в глаза, никаких супер инноваций с собой сей агрегат не принес. Здесь мы имеем просто грамотно выполненный безрамочник с приятными материалами корпуса, шустрым железом, хорошей автономностью и, конечно же, большим и классным дисплеем. Полагаю, что именно таким сей аппарат и задумывался, как достойное продолжение гордой и самобытной линейки по имени Mix. Короче, если кошелек позволяет, можно брать, вы вряд ли будете разочарованы. В описании данного видео ищите ссылку на этот смартфон в каталоге интернет-магазина Gearbest.com, откуда он, собственно, и приехал к нам на тест, а также линк на кэшбэк, который будет помогать вам экономить на покупках в интернете. На этом у меня все, с вами были Сергей Шихайлов и проект Firum.com. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал, а также поделиться данным роликом со своими друзьями, это очень нам помогает. Всем спасибо за просмотр, пока!